всем привет друзья сегодня у нас уже 21 сентября понедельник начинается новая неделя эта неделя у нас знаменательная будет два юбилея какие пока говорить не буду вот ну в общем завтрак у нас до пюре едим с колбаской салатом и грибами вот фима пошел уже гулять съел свои хлопья и пошел вот поди уже в школе он ко второму уроку но тоже уже его везли вот такие дела сегодня у нас алёша на работе естественно где-то же есть уже поел не знаю поел уже так что вот я сегодня рано работать начинаю поэтому сейчас корове схожу и на работу иду уже в обед будем доснимывать дальше что у нас происходит вот такие дела забыла кстати говоря про инсулин тут спрашивала меня валентина да то есть удивилась что мы покупаем инсулиновые шприцы вот такие вот да то есть вот они покупаем с короткой очень иглой чтобы так сказать безболезненно потому что приходится ставить короткий вот этот инсулин бабушки и деду каждый раз во время еды чтобы ну сахар не повышался вот не дают нам сприцы нам вот эти не выдают больницы когда-то наверно год назад выдавали раза два наверно шприц ручки вот сприц ручки мы ставили имя и к не выдавали такие накручивающиеся иголочки и все вот а так не дают и и приходится вот так вот нам бабушкой да ладно изверг ты вот так вот бабушка очень больно стал одной рукой ругает она меня так что ладно не будем больше снимать как инсулин ставим но приходится ставить три раза в день это вот довольно и мучительно и что делать не непонятно в общем других методов россии нет да как бороться с сахарным диабетом если не ставить то сахар будет разъедать все сосуды это и гангрены и в общем вообще проблемы большие будут поэтому приходится ставить вот не сказать чтобы прям как сказать он супер инсулин какой-то обычный русский инсулин не знаю иногда даже кажется что не не помогает особо ну ладно в общем все пошла король успела я до работы еще сыр поставила сейчас нагреется запущу еще пять минут еще вот фима там что рисует на планшете вот одет режет курям и индюкам яблоки видел какие коровина а принесла 5 крупные надо будет на шарлотку должны что-то частью сегодня на полу собирать надо вот баночки мой после молока это что там выключу вас звук маленько фима то не слышно вот обедаем и салатик опять сделали пока еще есть овощи так вкусно пахнет что же поемся вот капусту стушили с мясом дед правда сегодня тушил бабушка не умеет детка капусту тушили мы ему что-то циу плохо дали зачем-то воды еще туда линул жидковато получилось капусты пасновато надо было масло побольше растительного он воды бы зачем-то налил ну ладно слили мы лишнюю воду сейчас и масло сливочного положить так что вроде ничего ну ничего нормально все удобно фарш все равно вкусно мясо все равно на соль нормально посоления ну в общем так вот сыр у меня бабушка уже даже разрезала сейчас он буду его нагревать и зерно надо прогреть еще вот она у нас ну надо его нагревать еще я не стал бы что не нагреты нагреты что там блина у тебя выключился планшет что ли сам ты случайно нажал да матвей у нас школу ушел сейчас дед за фадеем поедет и хлеба за одним купит вот такие дела делаю котлетки я потому что тушеную капусту дети не шибко то едят поэтому делаю больше из-за эфима и фильм вообще не есть капусту такую конечно буду сейчас макарошки отворю еще вот вода уже кипит у меня пока есть время ходить со школы сейчас приехал вот такие котлетки сделала в панировочных сухариках вот сейчас вода уже кипит макарошки запустим в общем приехал со школы недовольная опять у них там же эти контрольные идут входные вот кто во что гораст учителя в общем контрольная была по математике входная пол класса на длоге написал даже говорит мальчик отличник это в начальной школе был отличный час на двойку написал входной по математике ну а у фадея у него всегда не вовсе предмет нормально математика всегда тройка была и в начальной школе какой что не понимает человек математику он очень невнимательно считает невнимательно и в общем с математикой мы не дружим вот зато говорит мама я по русскому пятерку получился не говорит весь урок отвечал она мне горит пятерку поставила и правила рассказывал там учить давали мы еще правда секунду трое мы все учили пятницу он сегодня рассказывал вроде бы это рассказал вот такие вот будут сегодня смотрите рожки бабушка и больше любит говорит рожки покупая рожки варе посиделся отдохнул маленькая пошел горит смотри мама горит солнышко вышло на улице пойду я горит на самокате чуть по новой трассе вот эти одной рукой не очень-то удобно вот поехал общем кататься на самокате ну давай пять минут чтобы тебя макароны сейчас сварю может быть он с подъем то есть потому что не будет котлет дождется в общем уроки надо будет с ними сделать уроки сейчас разобраться что там я вот из одной математики только с ним сажусь делать ну что если не объяснить у них настолько быстро сейчас темы эти по математике проскакивают да все какие-то новые определения вот поэтому садимся и вместе с ним заново все объясняют что вообще нам не съехать в яму с этой математикой вот так вот по физкультуре все нормально говорит сходил никто ничего не ругал сегодня на физкультуре видимо уже не бегали вот такие дела что еще вам сказать что еще хотел сказать у нас или снег утром шоу представляется сейчас вот смотрите погода уже эти солнышко маленько даже вышло сейчас попробую открыть он запотелось все окно потому что холодно на улице не ну холодно но вот солнце сейчас вышло а утром алёша говорит вышел снег говорит шел довольно таки крупные хлопья поэтому что-то поговорили с бабушкой и решили что мне надо пойти сейчас да и снять уже помидоры это чернеет не дай бог эти сейчас что-то решила сегодня в духовке для разнообразия вы на сковороде надоело хочу сегодня в духовке сделать срок уже я тоже убрала ведро сыворотки вот он пока жидкость не выйдет у меня едет и едет в одну сторону другую раз я вот так вот прижму чтобы он в эту сторону не скринился как-то главное сделано вот это вот отверстие не совсем широкое что даже литровая банка не встает чтоб какой-то груста маленько дать поэтому я наливаю в бутылку а бутылка она неустойчивая получается вот но ничего вот это вот предыдущий сыр уже досыхает уже более-менее но сейчас открою наверно от мук закрывали вчера вечером брызгали брызгали дихлофоса какой-то взяла терминатор называется дихлофос но вот этот варанта у меня закончился он получше а вчера каким-то терминатором брызгал совсем покажу какой какой не надо брать вот дихлофос терминатор называется универсал какой-то взяла и он вот вчера я прям тут как дымок такое на кухне стоял хорошо все пробрызгало все закрывали вчера вот пробрызгали утром бабушка пришла говорит вообще толку нет вообще говорит как вот были мухи так и есть когда же не уже у нас от холода помрут мне кажется на улице то их уже так нет потому что в конюшню у коровы вообще нет уже мух все-таки холод их губит но пока не на веранде вот поэтому сейчас дед ездил я говорю возьми снова дихлофос но уже другой чтобы хотя бы говорю варан возьмем вот он как варан и купился с я вам покажу другой вот вот такой варан купил вот они кстати все разные ну варан такой варан здесь вот такой варан написано улучшенная формула она синеньком написано усиленная формула вот этот вот новый вот им будем сегодня на ночь опять обрабатывать надо будет я хочу веранду обработать чтобы не заходили они же у нас снова с двери заходит вот там тоже тепло там тоже батарейка есть и в общем они все туда с улицы находит вот такие дела в общем тёдят поел да не бойся заходи слушай ну и мешать на 1 салатик с грибами не стоит ничего нормально что-то еще хотела сказать ну ладно вспомни попозже включусь тогда сварим в общем ужин пойдем уроки делать сделаю там я с четырех еще поработать схожу все это у меня готова нас грибы в школе так кормили только что-то горячие учимся ты хоть дуй в общем макарошки котлетки такие сделаю и подлив вот смотрите какой подливчик если интересно как его делать мало ли вдруг не знаете я вам могу рассказать вы мне напишите об этом в комментариях что вам это надо вот котлетки он еще дожариваю маленько хочу зарумяните да тебе еще не зарумянила но они в готовы же я посмотрела разрезал что-то канула да нравится подлив вкусный ну вот я говорю если вам нужно вы скажите я для делов хозяйских сниму маленький рулика что выходить все равно такая тонкость а подлив везде нужен хоть да потому что макароны надо кашку где-то подлить даже и пюре подливаем таким же соус да все в общем с этим соусом делаем поэтому могу показать вот фима у нас играя сейчас ходил прогулялся с воде им они на самокате покатались на электро до куда вы далеко ездили по есенина то есть вы как сейчас кружком ездить и да то есть они по нашей улице едут туда и потом поесть по параллельный ну а слушай а нам не подсыпали съезд песком так резкий такой да ну кузнецова это понятно он дорожник попросил там свои все у него ну да коллега кого привез сейчас про жутку вот я и говорю что а как бы идти что ли их просить нанимать я не знаю чтобы ноль вот этот вот где к дорогу положили асфальт вот этот съезд дому ямка там получилось сейчас надоели песком или чем так нигде не положили но по сути это их работа они должны хотя бы песком засыпать эти ямы люди же на машинах всех как-то должны съезжать посмотрим в общем ты не заезжай значит а тут сломаешь правда там же нельзя прыгать тоннари в самокате вот такие вот дела в общем какие-то проблемки всегда существует на чем уроки пойдем дает с тобой или я это пойду в огород помидоры собирать нет уроки сначала ладно в общем буду ждать его сейчас посижу сяду подожду посмотрю как он ест хотела знаете что я вам еще рассказать так сказать сказать попросить что ли дай маленько дело в том что вчера смотрела канал дружественный так скажем недавно я с ними общаюсь это жени у нас семья назаренко в германии называется канал вот когда вот этот мой канал создали семейный да влог наш мы стали подобные каналы смотреть и вот встретились мы с жене в общем жени она у нас сейчас живет в германии у нее трое детей то есть она многодетная но она одна да и это что там у нас в общем она как вам сказать то работает женщина не покладая сил на двух работах чтобы детей поднимать и помогать им да вот и завела еще и канал на ю тубе да и как вы понимаете канал должен ей маленько давать тоже поддержку то есть она хочет все таки чтобы он маленькой ей чтобы маленько он ей приносил доход вот и год она снимает но так как снимает где-то нерегулярно где-то редко потому что я говорю работает труженица такая у нее и дача и две работы в общем она просто не успевает и девочка сейчас у нее дочка младшая пошла в первый класс тоже со школой все бегают туда-сюда в общем и снимает не так часто поэтому не хватает маленько просмотров и вот такая к вам просьба друзья если не сложно зайдите на этот канал просто посмотрите последний ролик у нее довольно таки длинный но вот он ей бы хорошо добавил время у нее набраны подписчики при этом не хватает часов то есть надо четыре тысячи часов у нее не хватает а при этом как бы обнуляются эти часы и через год то есть у него уже год заканчивается если сейчас она не доберет до 4000 не получается что все эти часы спишутся и все по новой начинать файди не вмешивайся рассказываю людям сейчас подожди вот понимаете как то есть нужно маленько поддержать поэтому она хороший человек я решила попросить вас почему нет вы у меня тоже люди все добрые если не сложно зайдите посмотрите возможно вам приглянется канал даже подпишитесь да то есть ну посмотрите в общем ну а так вот просто просмотрит добавить чтобы если даже нет времени как это я вчера сделала но ролик у нее там 40 минут до нет времени вечером включила половину посмотрела потом мне пора было идти к корове доить оставил просто телефон включен и он у меня ролик шел и все ей шли минутки да честно говоря потом я все-таки пришла и досмотрела этот ролик до конца в середину уже снова включила и посмотрела ну в общем это же несложно да то есть если вам тоже нет не доставит особых трудностей то сделайте это просто помогите человеку набрать часы чтобы ей хоть какой-то тоже подспорье здесь шло с ютуба ну как вы понимаете вроде бы и мелочь а все равно очень выручает вот эта денежка небольшая наверное вот поэтому надо все-таки помогать так особенно хорошим людям ну вот такое вот вам предложение сегодня сейчас иду канал еще раз говорю называется семья назаренко в германии пройдите посмотрите вот то что хотела сказать все думаю надо надо сказать а все не досуг как говорится чего-нибудь да отвлекает меня сейчас воде котлету следующий просит нет все наелся ну ладно она большая в общем друзья пошли мы уроки делать потом пойдем это в теплицу помидоры я все-таки сниму должна успеть до 4 4 на работу поэтому кстати костюмчик у меня новый дали заметили да конечно все друзья в общем и пришла я с работой сейчас поедим да пойдем работать я буду это самое убирать помидоры потому что погода никакая холодно уже холодно в общем совсем скоро зима придет так что берем алюша уж тогда сможет кусты повыдергивать он их будет в муторскую славу сегодня утром дождь со снегом даже помидора убираю стоит большое же убрала вот и чё они уже подмёрзли что ли вот я говорю они сегодня видимо мороз да лак надо но это не подмёрзли это куст выдернутый я видишь я же выдернула эти то видишь кстати говоря бабушка сказала номерка обязательно все собрать поэтому помогай как хочешь мне все не убрать будет но надо собрать ну что веревочки тоже вырезать долго надо будет обрезать то нет они очень легко снимаются вот смотри здесь нельзя вырезать обрезать и веревочку а бирку взять нет нам веревочка тоже нужна мы будем только попробуем возьмем она еще сто лет прослужит надо веревочку я не знаю попробую поснимать но не знаю мне некогда это будет я считаю это тоже когда буду губы ракина нам надо скорее это все еще много много помидор то это чё сгнишься что лежит а вот вот это чё вот это счет и я не уследил это зеленые они должны быть коричневые нормально хорошо это не нормально ну то такой есть не будешь а уже внутри сгнила я уже поэтому кидаю все это то что плохое все это надо игру как можно быстрее такое все убрать это чтобы это зараза тут не расползалась все это гнилась и время киев крупные есть да есть тут такие всякие есть если мелочь есть и крупные это если не увижу потом ваш кусты убирать да посмотри здесь вообще это же теплица такая тенистая здесь хуже чем в тех где за солнышке ничего все равно довязали же довязали ладно ой да блин это что за это помидорка нет это что за сотка покажи его вот этот колокольчик куда-то колокольчик что нет он другой вот это вот очень мелочь какая-то они большие такие были ну вот они кстати не очень устойчиво ничего потекли потекли мне такой себе то есть ты сейчас тоже делаешь вывод какие хорошие а мне хоть дело хоть не делай все равно следующий год все другие буду садить ну почти все буквально я что-то 20 сажу который стабильно остальные то я ведь это испытание все провожу да все равно другие буду сажать и потому что уже их на выписывала тоже такие уникальность рта вот действительно ли так уникально или их опять только описали тогда так что любимчиков то у нас собственно не так и много как могло бы быть если бы все соответствовало описание ну вообще ничего все таки хорошо что их вовремя эти и врезали все они у нас это по максимуму все равно выспела да то есть помнишь как ведрами таскали в том году поэтому ужас у нас весь пол был в комнате помнишь сейчас чем у нас на все равно ведра 20 было этих зеленых помидор я не знаю а вот это че не будешь обрывать конечно так же такой драгоценности а вот это одно ведро сняла с этой сейчас ведро сняла этот не надо у меня вообще драгоценность то есть получается что всего-навсего ведра три четыре максимум будет но если еще стивы которого гурцах то есть вообще хорошо а вот это чё-то не надо с вершинкой не надо все эти я тоже не собираю не крестную пилот помидор смотри какой пар из рта вставляйте как сколько грамм градусов вот кстати про градусник лежит в теплице а тут возьми и приклеи сюда ладно его а тут где приду проверю все шла ну что управился снесся снесся даже молодец какая ну что и ты нагулялся надо дымойте холодно очень я вообще замерзла я убрала с помидор в одной теплице сама вот пойду посмотрю как он градусник сделал так сейчас я иду уже темно вот резко так стемнело ну аккуратнее аккуратнее давай а почему микела на улице казалось о чё папка то тут у нас соорудил вон какую штуку градусник подвешал вот так вот на палочках за молоком приехали пойду я вынесу две баночки продам хоть а то я уже замучилась соорудила видите как у нас сейчас градусник хорошо видно вот всего на все плюс четыре градуса показываю да я знаю я знаю я знаю да зарядим сейчас я найду и сбить Ого, да ладно, язык не проглотить, ну-ка, да, я попробую. Прелесть. Баночку достали. Я говорю, надо выпивать, а то опять не выпьем, ага. Ну я сейчас выпью стакан еще себе налю. Бабушке надо налить, наверное. Вот. Такие дела. Матвей сейчас с Сережей сидят в беседке, что-то в темноте смотрят в телефоне что-то. Ой, ладно, в общем. Что тогда, что ли, все, наверное, на сегодня, да? Пойду белье сейчас развешу, да кровью пойду. Все, на сегодня дела закончены. Мама, беру на дискотеку. Ну давай. О, дискотека-то. Вот на этой музыкальной ноте заканчиваем сегодняшний день. Все, всем пока, до завтра. Продолжение следует... Всем пока.